В ИФУ за прошедшие сутки 12 раз нарушили режим тишины. В ДНР рассказали об итогах переговоров в Минске. Гуманитарный конвой МЧС России прибыл в Донецкую и Луганскую Народные Республики. Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 12 раз нарушили режим тишины, выпустив по территории ДНР 27 единиц боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики ВСКК. Под огнем украинских силовиков оказались поселки Шахты-6-7 имени Гагарина и Доломитная, село Лозовое, поселки Шахты-Трудовская, Старомихайловка и Александровка, а также село Саханка, Коминтерного и Ясное. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Донецкая Народная Республика завершила комплекс мероприятий в рамках устранения нарушений на ранее разведенном участке силы средств районе Петровского. Об этом заявила ПлпредДНР на переговорах контактной группы министра иностранных дел Республики Наталья Неконорова. По причине незначительных нарушений со стороны Республики на данный момент все основные мероприятия, согласно плану графику, у нас уже выполнены. Учитывая оставшееся до 4 декабря время, есть возможность более тщательного освоения территории в рамках противоминных мероприятий. Ожидаем, что украинская сторона вложится в сроки выполнить свои обязательства в полной мере. Кроме того, Неконорова отметила, что стороны переговорного процесса в Минске обсудили изменения в законе об особом статусе Донбасса. Представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон. Плпред также добавила, что данная деятельность будет более эффективной в случае письменно оформленных предложений для того, чтобы как можно более детально и четко обозначить все имеющиеся предложения по поправкам. Отметим, что делегация ДНР на встрече гуманитарной подгруппы в Минске призвала украинскую сторону к проведению обмена пленами в ближайшее время. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. «Я призываю украинскую сторону в самые кратчайшие сроки предпринять все возможные шаги для того, чтобы провести значительный обмен пленами в ближайшее время. Мы должны дать людям возможность встретить новогодние праздники вместе со своими родными и близкими». Кроме того, деятельность Украины по вопросам освобождения удерживаемых лиц от уголовного преследования, а также верификация лиц, подлежащих обмену, была оценена Донецком как контрпродуктивная. 28 ноября очередной 93-й гуманитарный конвой МЧС России прибыл в Донецкую и Луганскую народные республики. «В состав гуманитарного конвоя вошли детские продуктовые наборы для семей с детьми возрастом до трех лет и медикаменты и медицинское имущество. Общим весом более 400 тонн. Разруска гуманитарной помощи осуществляется на складах хранения гуманитарной помощи в городе Донецке. Распределение гуманитарной помощи будет осуществляться на заседаниях господственной комиссии согласно предоставленных заявок от администрации городов и районов и учреждений здравоохранения Донецкой народной республики». В ЛНР автомобили российских спасателей доставили свыше 117 тонн гуманитарного груза. Его в составе более 19 тысяч продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет общим весом более 115 тонн, а также медицинское имущество. Напомню, что предыдущий конвой МЧС РФ приезжал в Республике Донбасса 21 ноября.